Деды Морозы и Снегурочки проверили, готовы ли к новогоднему веселью жители города. В Муравленко состоялся парад Дед Морозов. В этом году в карнавальном шествии приняли участие 29 команд. Это представители различных учреждений и организаций. Костюмированное шествие прошло по улицам Ленина и Губкина. А после в парке культуры и отдыха сказочные герои приняли участие в открытии Ледового городка. Анастасия Попова расскажет подробности. Такого количества зимних волшебников и сказочных персонажей Муравленко еще не видел. У входа в Дом культуры Украины можно встретить Челкунчика и Мышиного короля, Лису, Медведи и, конечно же, Снегурочек и Дедов Морозов. Мне 51 год, меня зовут Екатерина, я работаю в 4-й школе, учителем начальных классов. Я с детского сада Теремка работаю музыкальным руководителем. И с 95-го года до сих пор я Дед Мороз. Меня зовут Артем, мне 31 год, работаю на Явовской «Энергонефть». Перед праздничным костюмированным шествием все команды проходят дефиле. Чем только не удивляют коллегию жюри. Новогодними песнями, танцами, театральными постановками и, конечно же, костюмами. До начала шествия у детей и их родителей есть возможность сфотографироваться с любимыми сказочными персонажами. Отбоя от желающих нет. Весело же людей повеселить. Фотографируются дети, все весело подходят. Фотографируются и люди, и взрослые, и дети. Праздник Новый год сказочный. Это очень здорово. Во-первых, это эмоции, это праздник. Для детей, для взрослых, для всего города. С Новым годом вас, господа! Парад – это великолепное мероприятие, на самом деле. Потому что столько Дедов Морозов, мне кажется, никогда в жизни не существовало, как сегодня. Ну и пока нет еще новогоднего настроения, парад Деда Морозов, конечно, его создает. Карнавальное шествие началось от Дома культуры Украины. С Новым годом! С новым счастьем! Смеха! Мира и добра! Парад прошел по Ленина и Губкина. Далее все участники карнавала зажгли огни на главной елке города – в парке культуры и отдыха. Сегодня все вместе самые активные, самые театрализованные, самые яркие представители организации нашего города. И просто жители нашего города, которые в письме, и в виде ветвей, и в виде Деда Морозов. И, конечно же, мы дали сегодня эту штуку праздник. Сфера просто бомбезная, когда мы почти всегда с классом. У всех такие были глаза, такие, вау! Это, наверное, самое лучшее городок, которое мы видели. Елку-то зажгли, наши такие, вау! Вы лежите, как в Москве. Отличная атмосфера, всем спасибо, понравилось. Каждый год, я думаю, есть резон такое делать. Ледовый городок, он предполагает, обязательно должно было быть у нас в Бравлевке, потому что в Бравлевке у нас холодно. Вот, и есть возможность прийти в парки, покататься на горках, водить хороводы. И будет очень интересно детям покататься с большой ледовой горкой. Победителей и побежденных в городском фестивале зимних волшебников не было. Каждую из 29 команд наградили в своей номинации. Город встречает новый 2020 год ярко, весело и с размахом. Анастасия Попова, Татьяна Максимова, Петр Хаджаев, Андрей Нагибин и Владислав Дроботов. Новости Муравленко.